Добрый день Директор нашей фабрики и представитель компании, занимающейся установкой оборудования Елена Александровна. Здравствуйте! Спасибо, что пришли на открытие нашей новой конфетной фабрики, построенной на базе самого современного оборудования. АПЛОДИСМЕНТЫ Это было первое, что мы установили здесь и сразу же запустили обратный отсчет две недели. Всего две недели нам понадобилось для того, чтобы собрать команду лучших специалистов, разработать новую линию продукции и установить новейшие конвейеры. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы, наверное, спросите, как нам удалось в столь короткое время все это сделать, но... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Главные принципы нашего холдинга – это знание, точность и безупречное качество исполнения. И через несколько минут мы запустим конвейер, и я хотела бы дать слово Сергею Миронову. Прошу. Спасибо. Я хотел бы рассказать немного о нашем оборудовании. Что у вас происходит? Заклинило электронный замок в комнате управления. Чертова электроника. И внутри никого нет. И мы не сможем запустить конвейер. Такая дверь, что... Но мы внедрили все международные стандарты качества и... Какие у нас варианты? Можно петли срезать. Можно стекло выдавить. И уже буквально через три минуты мы с вами лично сможем в этом убедиться. У нас три минуты. А что, если просто на словах рассказать журналистам, как выпускают конфеты? Я никому не позволю себя позорить. Если я сказала, что конвейер запустится вовремя, значит он запустится вовремя. Боже, что делать? Что делать? Прекратите панику. Выход всегда есть. Выход всегда есть. Или вход. А в комнате управления тоже есть такая вентиляция? Ну да. Встаньте. Ой. Возьмите. Подсадите меня. А я вот подумал, а как она с той стороны решетку снимет? Не знаю. Начнем обратный отсчет. Десять. Девять. Восемь. Семь. Два. Один. Пуск! Два. А чёрт ноги тут махут. А чёрт ноги тут махут. Ох. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Доброе утро, Жанночка! А что это мы не на лимузине сегодня? А с чего вдруг? Ну как, ты после вчерашнего просто звезда! Уже знаешь! Да ты что, правда по вентиляции пролезла? Ну да! Сколько лет с тобой работаю, я не перестаю удивляться! Ты же знаешь, главный результат! Мы за ценой не постоим! Да, это правильно! Ну что, готовы принимать поздравления от руководства? Я думаю, на совете директоров есть дела поважнее! Здрасте, Елена Александровна! Я поздравляю вас с запуском нового объекта! Спасибо, Иночка! Добрый день, Жанна Викторовна! Здрасте! Вот это я называю настоящий кризисный менеджер! Я уверена, что на моем месте каждый поступил бы так же! Ну, а на вашем месте вряд ли кто-то из здесь присутствующих прополз бы в вентиляцию! А, да, шутки шутками! Что там по поводу директора фабрики? Вы распорядились его уволить? Я не считаю, что его нужно увольнять! Скажите, это по его вине чуть не сорвалось с дачи объекта? Нет, нет, это был абсолютно форс-мажор! А вообще, уволить человека – это самое простое! На мой взгляд, для нашей компании, хорошие управляющие, на вес золота! Мы должны их беречь, помогать им работать! А мне нравятся ваши нетрадиционные подходы в работе с персоналом! Все, вопрос закрыт! А что у нас дальше, Жанна Викторовна? Мы должны обсудить один из наших объектов – лесопилку! Нашему холдингу принадлежат десятки заводов и предприятий! Но такого кошмара у нас еще не было! Из-за этой лесопилки мы терпим сплошные убытки! Посмотрите, ниже этой стрелки падать просто уже некуда! А сколько мы уже вложили в развитие инфраструктуры этого объекта? А это бесполезно! Год назад я лично ездила на лесопилку инспектировать! Та еще дыра! Там нет никакой инфраструктуры и развивать там нечего! А кто управляющий сейчас? За эти годы много управляющих поменялось! Никто долго не задерживается! Сейчас эту должность занимает… Как его? Андрей? Андрей Данилов! Данилов, да! И какой у него опыт работы? До этого он вкалывал обычным лесорубом! А почему его повысили? Никто туда не хочет ехать! Ни за какие деньги! А он единственный, у кого есть высшее образование! Вот его и назначили, когда его предшественник просто удрал! Так, какие будут мысли по поводу лесопилки? Я предлагаю продать! Давайте отложим этот вопрос! У нас есть очень важная новость! Я решил покинуть пост главного менеджера! Кофе сделай! Пожалуйста, Инечка! Да, конечно! Слушай, ну я обалдела! Я думала, что эта мумия никогда не покинет свой пост! Интересно, кого назначат на должность главного менеджера? Кто бы это мог быть? Дай-ка угадаю! На что ты намекаешь? Ну, все знают, что это будешь ты! Ну, кто все? Ну, перестай! Ну, если не знают, то точно догадываются! Я думаю, что очень много желающих на эту должность! Лен, ну ты об этом так давно мечтала! Тем более, ты этого заслуживаешь! А ты? Меня поддержишь? Ну, конечно! Феликс Степанович! Поговаривают, вы хотите назначить на должность главного менеджера перспективность, скорее, недостаток! Ну, поговаривать не зря! Она талантлива, перспективна! Жаль, что на должности главного менеджера перспективность скорее недостаток! А что вы имеете в виду? Феликс Степанович! Холдингу нужен умелый управленец, а не перспективный! Я считаю, что у Леночки слишком мало опыта! Вы думаете, она не справится? Я верю в Лену, как никто другой! Просто я считаю, что она не сталкивалась с настоящими трудностями! Но у нее за спиной немало успешных объектов! Феликс Степанович, ее объекты уже налажены и производства! С временными трудностями! Это не то, с чем ей придется столкнуться на должности главного менеджера! Да, вы правы! Серьезного опыта у нее пока недостаточно! Вы же понимаете, что если вы сделаете неправильный выбор, у акционеров начнутся вопросы! И эти вопросы будут к вам! Я бы на вашем месте перестраховалась! Дала бы Леночке возможность проявить себя! Отправила бы ее на какой-нибудь сложный объект! Ну, например, на лесопилку! Это тот убыточный объект, о котором мы говорили? Но вы же предлагали его продать! Да, предлагала! Ну, мне родилась идея! Вы убьете двух зайцев! Я уверена, что Лена справится! Ну, а вы как раз посмотрите, на что она способна по-настоящему! Хорошо! Лесопилка? Фелик Степанович! И я... Ну, я имею в виду, это не очень рационально такого специалиста, как я, отправлять его в эту дыру! Ну, это очень важный объект для нас! Ну, Жанна Викторовна говорила, что лесопилка банкрот! Хорошо, давайте на чистоту! Я вижу вас в должности главного менеджера, но я это сказал не для того, чтобы подсластить пилюлю! Вы действительно моя основная кандидатура! Но я хочу увидеть все, на что вы способны! И лесопилка – отличная возможность вам продемонстрировать это! Я понимаю! Прекрасно! Как только вы там наведете порядок, и объект даст прибыль, вас назначат главным менеджером! Я не подведу! Мы уже отправили на лесопилку телеграмму, о вашем приезде вас встретят! Телеграмму? Ко всем прочим беда, там еще и проблемы со связью! Ну, ничего, я там наведу порядок, можете не сомневаться! Я и не сомневаюсь, и не только я! Жанна Викторовна тоже уверена, что только вы можете справиться с лесопилкой! Жанна Викторовна? Ну, конечно! Лен! Что-то случилось? Значит, это твоя была идея отправить меня на лесопилку? Ну, я просто хотела… Хотела подставить меня! И самой пойти на повышение! А я думала, что мы подруги. Знаешь что, подруга, я в этой компании больше тебя работаю. И все это время я ждала, пока этот старикашка уйдет на пенсию. И что мне с этого? Фига с маслом? Значит, она больше не заслужила. Ну, конечно. Это же ты у нас на коне. По вентиляции пролезла, и сразу все пищат от восторга. А мне плевать. Я знаю, что я заслуживаю эту должность. Только начальство считает по-другому. А начальство ошибается, и я им это докажу. Хотя, нет, ты сама это докажешь, когда провалишь дело с лесопилкой. Жанна, ты прекрасно знаешь, ни один мой объект еще не проваливался. А все бывает впервые. Ты даже себе не представляешь, что это за место. Я заставлю лесопилку давать прибыль. Чего бы нет ни стоило. А вот когда я вернусь, у тебя мокрого места не останется. А ты попробуй вернись! Свет! Добрый вечер! Голосовой ассистент Ирида приветствует вас! Надеюсь, ваш день прошел хорошо? Надеюсь. Желаете прослушать уведомления за сегодня? Все, что я желаю, это бокал вина и горячая ванна. Команда не распознана. Повторите команду. Ирида, открой шторы. Выключи свет. Ирида, Джаз. Ирида, погода в Орловке. Населенный пункт не опознан. Повторите, пожалуйста. Орловка! Населенный пункт не опознан. Повторите, пожалуйста. Орловка. Боже мой, куда я еду? Орловка! 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 Орловка. Здравствуйте! Вы, наверное, меня встречаете? Чего? Высли с опелки? Я что, на больного похож? Ой, понимаете, такая ситуация. Мы должны были встретить, а не встретили. Я теперь не знаю, как добраться. Здесь какой-нибудь транспорт ходит? Автобус раз в день, но он уже был. Следующий завтра. Ой, да вы что? Ужас какой, что же мне делать? И не ловят здесь ничего. Подождите, вы же можете меня подвезти. Куда? На лесопилку, далеко. Пожалуйста, ну я заплачу вам в два раза больше. Спасибо. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все, приехали. Что значит приехали? Вы куда? Почему остановились? Вы просили вас подбросить. Вот я и подбросил, как смог. Дальше я не поеду. Там недавно дожди были. Дорогу размыло. Я там не проеду. А вы мне предлагаете пешком идти? Ну, это уже не мое дело. Вы, главное, заплатите, как мы договаривались. Я вам ничего не собираюсь платить. Потому что вы меня не довезли до места. Поставьте мои чемоданы обратно. Поставьте их. Нет, так нет. Какие чемоданы? Ах, вот так. Да. Хорошо. Вот так бы и сразу. А чемоданы? Удачно добраться. Подождите, а где эта деревня вообще? Все время прямо. Часа полтора пешком. Полтора пешком? Это быстрым шагом. Мужчина, послушайте, я вам заплачу в два, в три, в пять раз больше, пожалуйста. Да хоть в десять. Там такое месиво. Если я там застрян, меня сам черт не вытащит. Так что мне машина дороже. Не оставляйте меня здесь. Ну. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Стойте! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое. Подвезите к деревню Лесопилки. Слушайте, вам то зачем? У вас там родственники? Нет, я в командировку еду. Я новый начальник Лесопилки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как? Начальник Лесопилки. А Скоробей я? Да, Елена Александровна. А, Елена Александровна, вы, оказывается, девушка. А я думал, мужик будет. А вы что, простите? Андрей Данилов. Извините. Начальник Лесопилки. Подождите, это вы должны были меня встретить на вокзале? Ну да. Ну, я думал, мужик будет, понимаете? Мне пришла, значит, телеграмма. А там фамилия и инициалы. Вот я и подумал, что... Ах, вы подумали. Я целый час на вокзале стояла, а вы, значит, подумали. Слушайте, ну я ж не мог подумать, что им придет в голову прислать новым начальникам Лесопилки, вот, девушку. А что у вас с телефоном? Почему я вам звонила сто раз? А это Орловка. Тут связь с перебоями. А тут дыру, к которой мы едем, так там вообще можно связь поймать только с верхушки дерева. Ах, вот почему Лесопилка загибается. Понятно. Ее начальник не может выполнить простое поручение. Слушайте, вы бы не делали таких опрометчивых выводов, окончательно во всем не разобравшись. А я разобралась, в чем тут проблема. Точнее, в ком. А мне кажется, немножко глупо оскорблять единственного человека, который может вас подвести. А вы меня не шантажируйте, мужчина. Я сама доберусь, если надо. А что смешного? Вот как вам мягче сказать, вы слегка переоцениваете свои силы. Это не город, я поставлю. Отставьте, пожалуйста. Отдайте. Слушайте, что вы делаете, а? Я сама доберусь. Ну, слушайте, ну, может, ключи от своего дома возьмете, а? Вот. Крайний дом на развилке. Разберусь. Да не сомневаюсь. Больше руки сядете в машину. Гроза вам приближается. Испугались, что нахамили начальству? Да я ничего не боюсь. Просто реально я хотел по-хорошему. Садиться будете? Странно. Меня не предупреждали, что вам нужно все два раза повторять. Как хотите. Прекрасно. Что это за дыра? Какой кошмар. Здесь, наверное, и мыши есть. Нет. Нет. Только не ты. Так лично, прошлое аппарат, нет? Субтитры сделал DimaTorzok Как добрались? Как видите, не очень по-джентльменски спрашивают, как я добралась, когда вы меня на дороге оставили. Вообще-то я предложил вам поехать в своей машине, вы отказались. Вообще-то вы забыли меня встретить. Я не забыл, я подумал, что... Вы знаете, я уже поняла, что думать не ваш конек, но я приехала сюда работать, а не разбираться. Так что, когда вы покажете мне лесопилку? Может, вы немного освоитесь, а? Спасибо, я уже достаточно освоилась. Я не думаю, что вы захотите общаться с коллективом в таком виде. Ой, мамочки. Ой, мамочки. Ой. Что вы ухмыляетесь? Вы думаете, вы лучше выглядите? А что с вами не только? Как же, посмотрите на себя. Вы лохматый, вы небритый. Вы, между прочим, начальника одетый, как какой-то бродяга. А это у меня такой имидж, если рубский. Да, неудачный у вас имидж. Вам не нравится. Терпеть не могу небритых мужчин. Вода холодная. Горячий нет, бойлер сломан. Света нет. Буря провода вырвала, скоро починят. Телефон разрядился. Зачем вам телефон, тут нет связи. А мне будильник нужен? Ну что, хорош перекуривайся. Снега везде, кругом куча. Где он за штукой смутный, долгоманистром. Ну, здесь у нас пилорама. У меня готовые бревна мы отправляем вон туда, на склад. На склад. Елена, прошу на экскурсию. Ну, во-первых, Елену Александровну. А во-вторых, если вы хотите меня о чем-то предупредить, лучше это сделать заранее. У нас все в полном порядке. Значит так, вот там у нас пилорама, вот обрел мы здесь привозим, а потом обработанное дерево отправляем к янгару, на склад. А почему здесь столько мусора? Производственные отходы. Андрей Алексеевич, к вечеру мусор надо убрать. Как скажете. Да, и кстати, можете называть меня Андрей? И короче, и мне привычней. Нет, Андрей Алексеевич. Елена Александровна, вы не сочтите за нотацию, но у нас тут лес, народ, сыробы, крестой. И тут не принято вот это. Я не знаю, что у вас принято, а что не принято. Мне это не интересно. Но все будет меняться. Да я не сомневаюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот наша дружная команда. А вам, я вижу, Андрей Алексеевич, одного объекта мало. Наша новая управляющая, Елена Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Это у нас вот Боря, Коля. Приятно. Ну, остальных потом представлю. А я смотрю, вы не скучаете, картишки играете. А, так это, бензина на все бригады не хватает. Вот мы решили, как его, обед. А мы вместо обеда вот протечку перекинуться. Девять утра. Девять утра. Завтрак. Завтрак. Ага. Ну, пройдемте дальше. А руками не трогайте. Спасибо. Что они там про бензин говорили? Про бензин? Да ничего. Про обед говорили, про завтрак и все. Прошу. Андрей, ты мне патрубок привез? Я у тебя сколько раз просил? Ну? Михалыч, это вот наш водитель, механик и вообще отличный мужик. Наша новая управляющая, Елена. Александровна. 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 Здравствуйте, Михаил Михалыч. Ну, это по паспорту. А так, для кого Михалыч, для кого дядя Миша. Очень приятно. Ну, наконец-то будет порядок в этой дыре. Как доехали без происшествий? Как поселились? Ну, если будут какие вопросы, обращайтесь. Да, не будем человека отвлекать от работы. Давайте я вам наш офис покажу. Я помню. Без рук. Как лес рубить, так значит, Гена. А как аванс попросил, так хрен. Ген, привет. Привет. Прошу. Направо. Ну, а значит, и весь наш офис. Всего два кабинета. Вот мой и бухгалтерия. Марина! Знакомьтесь, главный бухгалтер нашего коллектива. Марина! Наш новый управляющий, Елена Александровна. Очень приятно. Здравствуйте. Очень рада вашему приезду. Наконец-то будет с кем-то сплетничать. Я сплетничать не люблю, особенно на рабочем месте. Я к тому, что у нас мужской коллектив, и поэтому... Вот все наше руководство, наши лицепилки. Да. Вот трубимся рука об руку. А что это за карта? А это наш лес. С секторами под вырубку. Ты уже ел? А блинчики будешь? И блинчики, ну, приехал. А вот эти флажки что означают? Зеленые – это разведанные участки. Желтые под вырубку, красные, соответственно, неразведанные. И где я буду работать? Вот за этим столом. Ну, вот осваивайтесь всем, ставьте на понемногу, а я пойду работать. Работайте. Спасибо. Алло, коллеги! Вы совсем с ума посходили, а? Так а че? Вы че расселились в карты играть? Так а че мы, мы? Ты сам нашей бригаде отбой дал, потому что бензина на всех не хватает. А тебе отдельное спасибо за то, что при ней упомянул про бензин. Михалыч, тоже красава. А я что сказал? А че она вообще приехала? Да я откуда знаю, че им в голову забрело. Так она долго здесь? Надеюсь, что нет. Да, Михалыч, проведи свет в дом нашей новой руководительницы. Принято. Вы двое! Возьмите вот этих троих и уберите кучу у склада. Какую из? Все. Все убрать надо. Сам-то куда? За патрубком твоим. Нужное дело. Работаем, мужики. Ну че? Вперед. Давай, давай. Да не кури ты иди. Мариночка, а вы готовите мне документацию? Да, секундочку. Вот, пожалуйста. А это что? Ну, отчетность. А, простите, а у вас, у вас нет электронной пазли? Ну, ну, чтобы какие-то, ну, графики, цифры. Я просто не знаю, как я в этих бумажках разберусь положение делу на лесопилке. Ну, дела у нас просто идут потихоньку. Потихоньку. Да? Мариночка, а можно еще личные дела, пожалуйста, работнику? Да, конечно. Уж я мой первый раз вижу документы с таком хаосом. Вот, пожалуйста. А, спасибо. А, Мариночка, а еще личные дела есть? Ня-а. А чего так мало? А остальные у нас мыши погрызли. Вы издеваетесь? Нет, ну что вы, у нас правда с ними просто напасть. А как же я должна понять, с кем я буду работать? Ну, что тут понимать? Ну, ребята у нас вроде хорошие. Марино, вы как себе представляете? Я буду в офисе отчитываться. На лесопилке дела идут потихоньку, а ребята у нас вроде хорошие. Ну да. Ну нет. Ну нет. Что, вам плохо? Может быть, водички? Нет. Мне нужно связаться с Андреем, а связи здесь нет. Это кратко, это единственное, что у нас работает без перебоя. А как ей пользоваться? А вот, смотрите. Чтобы говорить, нажимайте вот эту кнопочку. Второй канал. Это у нас Андрей. Третий Михайлович. Первый общий. Спасибо. Спасибо. Разберусь. Андрей Алексеевич, прием. Алексеевич. Андрей Алексеевич, прием. Маринка, ты что ли? Нет, это Елена Александровна. Я ищу Андрея Алексеевича. Прием. Какая еще? Елена Александровна. Это наша новая шефиня. Прием. А я ищу Андрея Алексеевича. Он с вами? Прием. Я не знал, что у нас Алексеевич есть. Не, нема его тут. Скажите, аванс будет или нет? Хрен вам будет, а не аванс. Был я в бухгалтерии. Нема денег. Прием. Хоть бензин привезете. Так же, как и с авансом. Прием. А можно не занимать, пожалуйста, связь, пока я пытаюсь найти Андрея Алексеевича. Прием. Алексеевич. Алексеевич. Алло, а ну тихо там. Что раз встречались? Елена Александровна. Это Михалыч. Михаил Михалыч, я ищу Андрея. Он с вами? Прием. Андрей уехал на базу, договариваться за бензин. Может, встречу, что передать? Прием. Не надо ничего, спасибо большое. Прием. И на кой нам бензин, если аванса нету? Че, я за спасибо обкалывать должен? Ааа! Ааа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жизнь налаживается Ну почему? Субтитры сделал DimaTorzok Алло, алло Алло, алло Да-да, я слушаю Надеюсь, у вас все идет по плану? Да, все идет по плану, она приехала, ее никто не встретил А еще я постаралась превратить ее первый рабочий день в настоящий кошмар Так что я думаю, что надолго она не задержится Отлично Продолжайте в том же духе Алло Алло Да Да А как насчет нашего уговора? Да-да, конечно Как только Елена провалится с лесопилкой, я сделаю так, что вас из этой глуши переведут в главный офис На хорошее место и хорошую должность Я хочу, чтобы Андрея Данилова перевели вместе со мной Ну конечно, договорились Только для начала Елена должна удрать, поджав хвост Я вас поняла Все еще в этой дыре Все еще в этой дыре Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 Держи, давай. Ходок. Прижимай. Во. Мариночка, доброе утро. Доброе утро, Елена Александровна. Как вам спалось? Прекрасно, спасибо. А где Андрей Алексеевич? А он с бригадой уехал в лес. Спасибо. Аккуратно, я знаю, вы умеете. Доброе утро. Доброе. Где Андрей Алексеевич? Вон, на объекте. Спасибо. Андрей Алексеевич, а что вы здесь делаете? А вы что тут делаете? По стороне тут опасно. Единственная опасность здесь, это разгильдяйство и лень. И в этом виноваты вы, как начальник. Я, между прочим, с вами разговариваю. А я вот пилу чуню. Мне почему-то кажется, что вы избегаете разговоров со мной. Ну почему? Вот он и здесь. Говорите. Это вы мне расскажите, как допустили такой беспорядок. Вы видели, в каком состоянии документы, бухгалтерия? Я туда нас особо не сую. А может быть, в этом вся проблема? Поэтому у вас такой хаос везде, никто не знает, чем он занимается. Я такого разгильдяйства еще нигде не видела. Вы специально это делаете, да? Мотор проверял. Вы слышали, что я сказала? Да, вы говорили что-то там про разгильдяйство. Так вот у нас полный порядок. Слышите? Все работают. Я слышу, только... Может, вы мне расскажете, почему лесопилка несет убытки? Молчите. Тогда следующий вопрос. Почему склады полупустые, древесины вон, видимо-невидимо? Потому что были дожди, а зима на дороге. Но вот зачем нам набивать склад древесины, если древесину ни один грузовик не выведет? Нужно ждать, пока высохнет. Ну, было бы желание. Были бы дороги. Следующий вопрос. Я видела на карте реку. Почему вы не сплавляете древесину по реке? Потому что если бы вы были немного внимательнее, вы бы увидели, что все подъезды к реке перекрывает огромная гора. Строить дорогой обход, то очень дорого. Смотри-ка, у вас на все есть свои отговорки. Слушайте, это не отговорки, это объективная реальность. Вы скажите, зачем вы сюда послали, а? Вы когда-нибудь таким объектом управляли? Ну, между лесопилкой и, скажем, шоколадной фабрикой нет никакой разницы. Принципы управления одни и те же. Разница огромная. Здесь другой мир и другие люди. Пора бы вам это уже понять. Это вам уже пора понять, что я приехала сюда наводить порядок. И я его наведу. Елена Александровна. Удачи. Андрей Алексеевич, а вы куда пошли? Я с вами, между прочим, еще не знакома. Как кошка с собакой. Да, похоже, дела не будет. Да не кури ты тут. А чего вы все стоите? Так это ж... Что? Обед. Обед. Андрей Алексеевич, куда это вы? Я с вами еще не закончила. Я и так знаю, что вы скажете. А мне работать нужно. Начальник должен сидеть в кабинете, а не бегать по лесу с бензопилой. С кабинета многого не увидишь. Поэтому я тут. За это меня и уважают. Послушайте. Вас должны уважать. За ваши управленческие качества. Ну, это может у вас столица так. А нас все немного по-другому. И отойдите, пожалуйста, с дороги. Так как вы смеете со мной так разговаривать? Вы около муравейника стоите. Мамочки, мамочки, убивите меня. Вы сказали, вас руками не трогать. Не трогайте меня, вы трогайте меня. Стойте ровно. Тойни. Все, последний. Спасибо. Да, на будущее. Лес тут не только муравьи есть. Если вы ходите одна, всегда берите с собой рацию. Рацию держите заряженную. Лучше бы вы о лесопилке так волновались. Если вдруг потеряетесь, стоите на месте, вас найдут. Андрей, у нас бензин кончился. Что делать? Прием. И у нас закончился. Прием. Что нам делать, Андрей? Прием. Да что делаем? По домам все. Я не поняла, что за проблема у вас с бензином? С бензином проблем нет. Проблема с базой, которая его выдает. Там директор Хитрежук. Он себе баню строит. Ему бревна нужны. Ну, видимо, придется этих самых бревен ему отвалить. Я не понимаю, какие к черту бревна. Я думала, что у вас с ним договор есть. Слушайте, ну, в этой глуши все лучше по бартеру. Понятно. Так, значит, никому никаких бревен не давать? Как его фамилия? Кабанов. Михалыч, отведите меня на базу. Ну что? Перекурки? Да, чтобы вечный перекур. Так, а что? Я не курил. Мы все сделали. Вот он закончил. Это она на базу поехала к Кабанову за бензин разбираться? Наверное. Приезжай. Пойдем. Кабанов? Погоди. Елена Александровна, новая управляющая лесопилкой. Очень приятно. Мне не очень приятно. Нет времени на ваши любезности. Почему нет горючего? Как нет? Две цистерны на стоянке стоят. Мне нужны они не на стоянке, а на моей лесопилке. Заполняйте накладные, через неделю будут. Мне нужно завтра. А мне бревна вчера нужны. Мне кажется, вы не понимаете. Если цистерны не появятся завтра на лесопилке, то я подниму каждую бумажку. И перезвоню. Я проверю каждый договор, заключенный за время работы вашей базы. И мне кажется, найду много интересов. Вы меня поняли? Я вас понял, чего вы? Я постараюсь. Нет, вы сделаете. Ну, хорошо, я и сделаю. Доброго дня. Андрюш, будешь чай? Пога. А что тебе наша начальница нашла? Да, нашла. Поехала на базу порядок наводить. Какая-то иностранная. Все ей не так. Зачем ее к нам прислали? Ну, поживем, увидим. Что тебе там? Испачкался. Михалыч приехал с 7 садов. Бедуга, нечего ни в таму. Завтра топливо уже будет. Да вы что? Да. Жаль, вы не видели, как я навела шорох на базе. Может быть, научились бы, как нужно решать такие вопросы? Да, жаль. Такое зрелище пропустил. Так понял, пойду чайку попью. А вы извите, да. Не можете признать собственное поражение. Я тоже полностью признаю, вы меня как котенка взяли, так кунули. Провели, так сказать, мастер-класс. Ну, вы в следующий раз, когда с чем-то не справляетесь, предупреждайте заранее. Мы не будем время терять. Предупреждаю заранее? Раз у вас так все хорошо получается, дальше всеми делами занимайтесь сами. Спасибо, что признали собственной профнепригодности. А, да, еще. И если вдруг у вас что-то перестанет получаться, и весь этот карточный домик начнет сыпаться, давайте договоримся ко мне за помощью. Не обращайтесь. Андрей Алексеевич, ваша помощь – это последнее, что нужно этой лесопилке. Вы лучше пойдите, помашите бензопилой, у вас это лучше получается. Спасибо. Мэм. Елена. Александровна. Еще утром хотел сказать. Вы отлично выглядите. Михалыч, печенье? Я не хочу. Так, какой здесь общий канал я забыла? Общий и первый. Первый, первый. Здравствуйте, это Елена Александровна. Я прошу всех собраться у склада через двадцать минут. Спасибо. Так, а что случилось-то? Прием. Рабочий же день закончился. А я уже на складе. Мне тоже бежать? Я прошу собраться в Сербии за исключение. Спасибо. Ясно. С юмором у нас туговато. Елена Александровна, вот чайку. Да. Да, Михалыч, пожалуйста. Чайку. А что случилось? Так пес его знает. О, Михалыч. Здорово. Привет. Как нога. Всем здравствуйте. Спасибо, что собрались. Мы не будем говорить с вами о проблемах. Я думаю, что вы и так прекрасно знаете, что лесопилка практически банкрот. Но я была на многих предприятиях нашего холдинга. И я хочу сказать, что главный урок, который я извлекла, успех предприятия не всегда зависит от технологии или оборудования или логистики, с которой у нас большие проблемы. Слышь, а что такое логистики? Есть слушание? Успех предприятия зависит от работников. И лично я верю в успех нашей лесопилки, потому что я вижу в ваших глазах искреннее желание работать. Получить аванс. Работать по-настоящему. И у вас будет такая возможность. С завтрашнего дня все будет по-другому. Приедут две цистерны с топливом. Я прошу подготовить инструменты, привести машины в порядок. Мне надо же раскомандовалась. Ну, я еще не совсем поняла, куда попало. Но и упорство мне нравится. Глупость – это не упорство. У меня к вам будет еще одна просьба. Прийти завтра на работу без опозданий. Все бригады поедут на участки. Что, прям все, что ли? Да, все. Мы будем работать по полному графику, пока не заполним склад. Весь день, что ли? Весь день, да. Погоди, ты же говорил, что если заполнить весь склад, то… Я прошу прощения. Андрей Алексеевич со мной согласен. Я прошу сделать так, как мы договариваемся. Спасибо. Бестолковая разбалованная горожанка. Ну, что бестолковая поспорил? Потом мне еще надо на пилараму зайти. Дрюш, послушай, там в Орловке будет ярмарка, я собираюсь туда пойти. Хочешь со мной? Ну, давай. Правда? Ну, да. Какого толку от тебя без интернета? Ну, че, мужики, как вам сегодняшняя речь нашей шифии неприем? На толку? Приезжали к нам эти всякие начальнички. И что поменялось? Что изменилось? Видать, все мы тут прокляты. Прием. А может, у нее получится. Прием. А что она в этом понимает? Ребята, вообще-то она может нас слушать. Прием. Вообще-то я вас сейчас слушаю. Прием. И давайте-ка поуважительней. Как бы там ни было, Елена наш начальник. И завтра она вставать, много работы. Поэтому всем отбой. Чертя. Чертя. Интересно. Угу. Городской. У нас высшее образование. Что ж вы забыли в этой гуше, Андрей Алексеевич? Начальник из вас. Никудышный. Но улака хорошая. Что ж вы Fantasy Mary. Спасибо. Товетичные меры. Не, 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 не может быть. Может быть. Да я понял, что нету. Хорошо, будем думать. Давай, до связи. Михаил Михайлович, доброе утро. Здравствуйте, Эллинсон. Здравствуйте. Где все? На участке разъехались. Молодцы. Ариночка, доброе утро. Доброе утро. Представляете, я сегодня первый раз в жизни проспала. Ну, я смотрю, все хорошо. Ребята уже на объектах. Ну, как вам сказать. Ребята, это вторая бригада. Дайте бензин кто-нибудь. Прием. Мы на секторе П-8. У нас сухо. Первая бригада. Мы пока работаем, но уже на парах. Прием. Почему у них нет горячего? Утром же привезли. Ну, ты ничего не привозил. Ребята на остатках поехали работать. Ну, как же так? Мне же директор базы обещал. Ну, и вы ему поверили. Мы же предупреждали. Здесь свои правила. Андрюха, мы сворачиваемся. Прием. А нам что делать? Прием. Возвращаемся. Всем оставаться на местах. Прием. Так, у нас бензина нет. Прием. Оставайтесь на участках. Я сейчас приеду. Ну, начальство. О. Дерево падает, братан. Да хоть по-паримскому. Начальство. Прием. Доброе утро. Здрасте, Лена Санна. А скажите, на кой мы сюда приехали? Бревна задницами протирать. Почему бензин никто не привез? Так, ребят, все, у кого машина на бензине, сливаем бензин, заправляем пилы, возвращаемся на объекты. А назад мы на чем поедем, простите? Пешком, Боря. Пешком пойдем. Но норму мы выполним. Ну, конечно. Давайте, сливайте бензин. А где Андрей Алексеевич? Там, на участке. Спасибо. Михалыч, что это было вообще такое? Да не кури ты тут. Работники. Андрей Алексеевич! Андрей Алексеевич! Андрей Алексеевич! Аплодисменты. 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 Все, что угодно. Мне нужен бензин. Как скажете, только мне для этого встать надо. А, да. Конечно, извините. Если вы хотите позлорадствовать над тем, что у меня ничего не получилось, сейчас самое время. Да не хочу ни на чем злорадствовать. Я просто хотел, чтобы вы поняли, что... Здесь своя специфика. Да, чем быстрее вы ее поймете, тем быстрее вы сможете нам помочь. А вы правда хотите, чтобы я вам помогала? Неужели вы думаете, что мне плевать на насыпилку и на людей, которые здесь работают? Михалыч, чего сидим? Бензин жду. Понял. Ладно, я набал за бензином. К вечеру вопрос будет решен. Я приказала слить бензин из всех машин. Ну, значит, пойду пешком. А я представляю, как ребята на участках злятся. Ой, Марин, ну и безвостошно. Горюши привезли. Слушай, бабки бабками, ну ты мне пару прицепов в кружечку обойтгони. Ну, давай. Ладно, будет пару прицепов. Договорились. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте. До свидания, Елена Александровна. Всего доброго. На благодарность не рассчитываю. Но вы ее заслуживаете. Ложьи дни были тяжелые. Вы пошли домой отдохнули. Позвольте, я вас провожу. Что случилось? Да, ногу натерла. Сегодня пешком из леса возвращалась. Ну, не одна вы такая. Ой, не напоминайте мне. Я думаю, что ребята меня ненавидят. Я думаю, наоборот, вас стали больше уважать. С чего это скажите? Вы прямо говорите то, что думаете. А поверьте, здесь это ценят. Обычно городские говорят одно, делают иное. Вы другая. Ну, не знаю. Мне кажется, не все в городе такие лицемеры. А я думаю, все. Поэтому я оттуда и уехал. Кстати, Андрей Алексеевич, а чем вы в городе занимались? Слушайте, можете перестаньте меня называть по имени-отчеству? Как-то неудобно. Ну, хорошо. Андрей. Можно называть вас Елена? Нет. Нет. Так чем вы все-таки занимались? Это очень длинная и интересная история. К тому же мы уже пришли. Если вам что-то будет нужно, обращайтесь. Все, что мне сейчас нужно, это горячая ванна. А у меня только холодная вода. Ну, ладно. Доброго вечера, Андрей. До свидания, Елена Александровна. Кстати, я вас так и не поблагодарила за то, что вы меня жизнь спасли. Надеюсь, я не буду об этом жалеть. Hay наш ход. Продолжение следует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет, Надюш! Марин, привет! А ты куда? Да там по делам надо! По каким делам? Мы же на ярмарку собрались! Блин! Слушай, я забыл! Мне там правда по делам надо! Давай в другой раз, а? Правда, извини. Ах, Боже! Я иду! Иду я! О, Господи! Что вы здесь делаете? Извините, я вас разбудил. Я пришел более починить, что горячая вода была. Можно? А вы что, мастер на все руки? Стараюсь. Отвлекай от разных мыслей. А от каких таких плохих мыслей? Да, это не важно. А где вы раньше работали? Это тоже не важно. Пойду-ка я оденусь. Кофе будете? Да, буду. Значит, вы в городе жили? Да это было так давно, что я уже не помню. И где вы работали, тоже не помните. Ну, не знаю, это просто странно. Ну, жили в городе, работали. Потом приехали сюда, в эту глушь. Лесорубом. Как будто сбежали от чего-то. Ну, всем от чего-то бежим. Угу. Значит, все-таки сбежали. А вы зачем сюда приехали? У вас что случилось? А я не люблю проигрывать. Это многое объясняет. Что, например? Ну, почему вот такая... Какая? Упрямая. А вы специально на мой вопрос не отвечаете? На какой? Где работали. Хороший кофе. Идемте. Значит, специально. Горячий. Спасибо вам большое. Я прямо сейчас приму душу. Прямо сейчас. Да, извините, я когда приду? До свидания. До свидания. Спасибо. А, инструменты забыли? Да, я быстро обнимаю. Да. Да. Я быстро... Спасибо. 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 Мариночка, доброе утро. Доброе утро. А где все? Час, как разъехались по участкам. О, как хорошо. Какое прекрасное утро. Угу. Ну, говорите. Вот, по вашей просьбе восстановили личные дела, лесорубов. Спасибо большое. Да я вам клянусь, это медведь был. Хорош, брать. Прием. А чего я по вашему тогда на дерево собрался? За неделю отработали два сектора. Значит, дуавая и девятый. Держите. Ага. А что у нас со складом? Заполнен наполовину. Где я это чудо взял? Да это я утром в Орловку по делам мотался. Вот, купил. Спасибо. Марина, иди чай пить. У меня есть кое-что. Нет, спасибо. Я сегодня хотела в лес поехать. Только Михалыча нигде не нашла. Я его сегодня на базу отправил. А, понятно. Вот в чем дело. Вы, кстати, водить умеете? Умею. Вот тут у нас везет ключи от машины для общего пользования. Михалыч, а где ключи? У меня. Давай. Если будет нужно, берите. Спасибо. А у вас механика или автомат? Механика. Я не умею на механики. А, так это не проблема. Я покажу. Идем. Покажу. Я проконтролирую. Ремонтировать-то мне. Нет. А начальство наше, окажись, поладило. А? И куда это они? Елена Александровна будет изучать механическую коробку передач. Да. Значит так, сначала в теории все пройдем. Для того, чтобы завести машину. Сначала убеждаешься, что рукоятка находится на нейтралке. Угу. Дальше ножкой выжимаешь педаль сцепления, педаль тормоза. Это слева и центр. Угу. Так. Дальше поворотом ключа заводишь в машину. Да, пока, подожди, не трогай. Пока в теории. Так. Дальше переводишь рукоятку на первую передачу. А первая передача это где? А, первая у нас вот здесь. Так. Дальше отпускаешь сцепление и тормоз. Выжимаешь газ. Когда машинка разогналась, значит, выжимаешь сцепление. И переводишь на вторую передачу. А вторая передача где? Так, вторая у нас вот здесь. Вот. А сколько в машине передач? Ну, в этой четыре. Так, нейтраль, да? Да. Попробуем, да? Да. Так. Сцепление, передача. Вот теперь я спокоен. Молодец. Слушайте, ну вы все схватываете просто на лету. Спасибо. Это часть моей работы. Вот и все время о работе, да о работе. Вы вообще отдыхаете? Ну, наверное, я не умею отдыхать. Не знаю. А вы? Да, я люблю иногда. Надо родиться от всего мира и всех проблем. Нет, нет, нет. Я не так выразился в смысле. Я алкоголь не употребляю. Я просто, когда хочу отдохнуть, еду в одно шикарное место. Как же здесь красиво. Угу. А вы прислушайтесь. Ничего не слышу. Ну, я об этом и говорю. Тут рядом лес, река, а здесь абсолютная тишина. Так еще много красивых мест, которых я не видела. Да. А звезды здесь самые красивые в мире. Звезды везде одинаковые. Нет. Здесь они особенные. А ты, оказывается, романтик. В смысле вы. Вы. Я имела в виду не ты, а вы. Я понял. Я не против. В смысле, а вы, кажется, мы ваши правила нарушаем. Ну, иногда можно делать исключение из правил. Я ж здесь начальник. Андрюха, Андрюха, прием. Извините. Асвал полетел на лесопилке. Что делать? Да, Михалыч, уже еду. Пора? Да, надо возвращаться. Пойдем. Хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Андрей, вы, ты, ты здесь? Прием. Да, я здесь. Что случилось? Прием. Нет, ничего не случилось. Я просто хотела сказать, что ты был прав. Ну, по поводу звезд. У меня такое чувство, будто я сегодня вижу их первый раз в жизни. И знаешь, когда я только сюда приехала, я думала, что... что хуже этой дыры ничего быть не может. А теперь с каждым днем я понимаю, что вас все здесь держат. И теперь мне кажется, что все, что у меня было, и все, что я знала до этого, перестало существовать. Стало таким неважным, глупым. Вся эта прошлая суета. Город совсем не такой. Люди живут днем. Всю жизнь даже не подозревают, что... что есть места, и они могут видеть звезды. По-настоящему. Я хотела сказать тебе спасибо за то, что ты мне об этом рассказал. Там урага. Я рад, что ты это поняла. Прием. Еще раз спасибо за горячую воду. Я, наконец, приняла ванну. Так у вас там горячая вода есть? А можно к вам прийти? Помыться? А то мы тут... Вообще уже... Да, да, так-то я тоже не против. Прием. О, Господи, это общий канал. Черт. А мне про звезды больше понравилось. Я аж прослезился, блин. Всем спокойной ночи. Хороших снов, Елена Александровна. До завтра, Елена Александровна. Спокойной ночи, Елена Александровна. О, моя кошмар. Спокойной ночи, Елена Александровна. Прием. Спокойной ночи, Елена Александровна. Прием. Ну, и денек. Ты всех отправила на объекты? Лен, да какой отбой дал? Склады заполнены. Отлично. Командой вывозить древесину. Лен, ты погоду видела? Там льет, как из ветра. Ждать надо? А чего ждать? Неделю будет дождь идти. Нас нет времени ждать. Надо наоборот торопиться. Слушай, если мы не выведем первую партию, нам крышка. Машины не проедут. Как не проедут? Я вчера была на объекте, отлично проехали. Ну, ты не путай свой внедорожник с многотонной фурой, груженой деревом. Фура на тонна и фура, чтобы проехать. Леночка, ты не понимаешь. Это ты не понимаешь. Я здесь начальник, так что давай, выполняй. Хорошо. Елена Александровна, Андрей сказал лес вывозить. Хоть вы ему скажите. Ну, так я ему сказала. Что? Лес вывозить. Так какой лес вывозить? Вы посмотрите, дождь лупит. Ну, так не конец, Света, я не понимаю. Вы серьезно? Я серьезно. Мы не можем ждать неделю. Я не понимаю, что происходит. О, только спокойно. А, все нормально. Не как нормально, не как обычно, а спокойно. Я спокойно, я просто поговорю. Здрасте. Здрасте. А что случилось? А вы не догадываетесь? Мы выехали на вашу дорогу, а там месиво. Я на полметра увяз. По газам дал бесполезно. Схорош, спокойнее, а. Да я спокоен. Спокоен. Я спокоен. Спокойствие, мое второе имя. А другие машины? А другие машины там же. На дороге в рядочек. Вот так вот стоят. Мы еле одну смогли вытащить. На ней вернулись. Как же так? А вот так. Знаете, я спокоен. Вы командовать мастак. А вот если бы еще слушать научились, вообще цены вам не было. Вот, ну все. Не плачь. Не плачь. Не плачь. Не плачь. Алло, какие новости? Она наладила работу и заполнила склад. Черт. Ну, древесину вывезти не смогла. У нас начались сильные дожди. Насколько это ее сдержит? Это не важно. Я сделаю так, что она угомонится раз и навсегда. Марин, вы помните наш уговор? Я на вас очень рассчитываю. Субтитры создавал DimaTorzok А ее нет. И не будет. Это почему? После вчерашнего. Она, наверное, собирает чемоданы и уматывает. Но она не из таких. Но и не из таких, как мы. Ух ты ее. Алло, есть там кто живой? Андрюха, слышишь меня? Михалыч? У нас проблемы. Электрощиток на пилораме сгорел. Что делать? Понял. Уже бегу. Доброе утро. Доброе. Доброе. Доброе утро. Как ты? Нормально. Я вчера весь вечер думал об этой ситуации. Слушай, я взрослая девочка. Я справляюсь со своими неудачами. Все будет хорошо. Теперь ты понимаешь, почему все так на из-за пилке обстоят? Ну, невозможно в такую погоду перевозить древесину. Я услышала твое мнение. Андрей, я хотела спросить, а почему в секторе Г-6 нет разметки дорог? Ну, потому что мне на дорогу. Там 50 лет назад руду добывали. Потом жила иссякла, и осталась только заброшенная шахта. То есть вы там лес не валите? Да это черт знает где. Я из сектора поближе. Я вчера вечером изучала карту, и я заметила, если проложить дорогу через сектор прямо к реке, мы могли бы сплавлять древесину по реке и не зависеть от дождей и погоды. Ну, Глян, да невозможно. Ну, это слово совсем. Там огромная гора. Там здоровенная глыба, которая полсектора перебивает. Если бы там не было горы, мы бы сами давно-давно отправляли лес вниз по реке. Забудь. Ну, а если найти дорогу в обход горы? Нет там такой дороги. Ну, нет. Хорошо. Я сама ее найду. Так, стоп. Постой. Послушай, ехать тут само, это смертельная опасность. Я сейчас не шучу. Давай завтра вместе поедем. В Масанбуре электрику все вывела, но ничего не работает. Мне бы с этим разобраться. Ладно? Ты обещаешь? Хорошо. Рассказывай, что это у вас? Замыкание серьезное было. Вся проводка поплавилась. Нужно менять. Так менять много нужно. Ну, работы. Ого-го. Ну, тогда не будем тянуть. Начинай. Вот, привела документы в порядок. Спасибо, Марин. Ну, и непогодка вчера была. Вы слышали, что щиток за пилоромой накрылся? Да, да, я слышала. Ну, ничего, Андрей сегодня починит, а завтра поедем изучать Г-6. Завтра? Да. Ну, я думаю, это вряд ли. Почему? Ну, потому что там работаю на два-три дня. Думаю, ваш поход придется отложить. Отложить его никак нельзя. Мы должны торопиться. Ну, что поделаешь. Мы едем завтра? Черт. Короче, Лен, у нас ЧП, у нас столько щиток сгорело на усилении электропередачи. Поэтому нет, не едем. Ты мне обещал. Лен, пока мы все не починим, ничего работать не будет. Производство стоит. Ты не понимаешь, нам нужно срочно найти способ отправить первую партию древесин. От этого зависит будущее. Ладно, хорошо. Я с утра помогу Михалычу. Если мы успеем до обеда, поедем в твой сектор. А если не успеем? Это важнее. Лен, электричества нет. Производство стоит. Твоя глушь никуда не денется. Мужчины. Всегда считают, что они правы. Марин, у нас есть рация? Да, есть. Вы же не собираетесь сейчас ехать? Уже поздно. Нет, нет, я завтра поеду. Вот. Только она разрежена. Поставьте на зарядку. Спасибо. Хорошо. Продолжение следует... Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Доброе утро. Все, все-таки решили ехать, да? Да, я. До обеда вернусь, вы Андрею не говорите. Хорошо? Хорошо. Елена Александровна. Да. Рацию. Точно. Спасибо, Марин. Чуть не забыла самое главное. Спасибо. Доброе утро. У нас электричества нет, а и все. Приключения играть, да по лесам ездить. Да, что говорить, Андрюха. Хлюпенькая она. Ну, хорошо, хоть такая есть. Потом я новую подыщу. Не понял. Что значит новую подыщешь? Ну, на базе другой проводки не было. А это тонкое, временное решение. И про проводку. Ладно, я на базу смотаюсь. Может, что получше найду. Пока эту ставь. А вообще-то она хорошая и толковая. Ты же говорила, вы хлюпенькая. Это я про проводку говорил, хлюпенькая. А Елена Александровна твоя хорошая толковая баба. А что это она моя? Не моя она? Ух ты, а чья еще? Целый день про нее толдычишь. Похоже, ты тоже нравишься. Да какой нравишься, Михалыч? Мы как кошка с собакой. А что ты споришь? Лучше бы пригляделся. Парень ты видный, толковый. Вся жизнь впереди. Не понял, Михалыч. Ты меня что, сватаешь? Сватаю. Ты же знаешь, почему я отношения не доложил. Сколько времени-то прошло? Что? Что вспоминать-то? Так и жизнь пройдет. Так вот, а хватит болтать, давай работать. Ну, давай. Работает. Субтитры подогнал «Симон» Да что такое? Приехали. База! База, меня кто-нибудь слышит? Михалыч? Михалыч? Андрей? Что за черт? Ну, ладно. Так, давай посмотрим. Ага, вот. Вот лесопилка. Вот дорога. Здесь я свернула. Вот река. Так. Обратно возвращаться далеко. Здесь можно срезать. Ну, ладно. Ну, пошли. Все. Я на прием. На связи. Прием. Как там линия электропередач? Восстановлено. Урбай. Михалыч, работает? Конечно, работает. У Михалыча всегда все работает. Лен, все починили, теперь можем ехать. Марина, Лена, где? Не знаю. Взяла ключи, рацию, уехала. Значит, сама собралась. Когда ты была? Утром. Лена, Лена, прием. Елена Александровна, прием. Иди, собирай. Лена, это Андрей, прием. Лена, 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 прием. Грунтовка на восток. А где у нас восток? Если я пришла с юга, значит, восток у нас там. Да? Значит, за теми кустами грунтовка. Ага! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лен, у родственной батарейка села. Почему она оставила машину? Потому что неуправляемая она. Да посмотри, может машина поломалась, может с ней что-то... Что здесь может сломаться? Это же машина! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Горючка кончилась. Понятно. А если своим характером она не могла остаться здесь и просто дождаться помощи. Пошла сама искать дорогу. Лена! Лена! Гроза собирается. Если до грозы не найдем, Елену Александровну, считай, пропала она. Не усугубляй. Так, мужики, разобьемся на три группы и внимательно все обыщем. Внимательно. Добро. Пошли. Мико, Серега со мной. Лет семь назад электрик ушел и не вернулся. Пропал. Через полгода нашли. Да. Похоже, в картах я не очень разбираюсь. Елена Александровна! Елена Александровна! А-а-а! 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 Там наши. Что с тобой? Что болит? Не знаю. Нога болит. Нога? Мы не можем подняться с такой ногой наверх. Мы не можем. Сиди, сиди. А если нужно найти какое-нибудь укрытие и подождать, пока нас не найдут. Я нашла одно место. Это недалеко. Подогоди с ним. Я тебе помогу. Давай. Чуть-чуть. Тихо. Тихо. У меня был фонарик сейчас. Так. Держи. Чтоб я видела. Похоже, у тебя закрытый перелом. Надо поставить шины. Лучше на штанину. Осторожно. Сейчас мы на рубашку положим. Что? Больно? Нет. А ты, оказывается, кудряшка. Да это отождя закрутилось. Я так не люблю. А мне нравится. Да, кстати, где ты всему этому научилась? В университете. Был курс первой помощи. И ты все помнишь? Я хорошо училась. Слушай, как тебя себя занесло в эту глушу? Есть один человек, который очень хочет, чтобы я проиграла. Но я не доставлю ему такого удовольствия. Да, угадаю. Это мужчина. Нет. Женщина. Я думала, что она моя подруга. Значит, тебя сюда занесло предательство. А тебя тоже предательство? Почему ты здесь? Ну, можно и так сказать. Ты мне обещал рассказать. Да, это неинтересная история. Ну, нам здесь еще долго сидеть, и у нас полно времени. Может, попробуешь? Ну, ладно. В общем, до того, как сюда приехать, у меня была девушка. Мы строили планы на жизнь, хотели жениться. И я мечтал о семье и детях. Она говорила, что тоже об этом мечтает. И что, видимо, нет? Ну, почему же? Может быть, да. Вот только не со мной одним. Оказалось, что у нее параллельно еще несколько мужчин, и она каждому обещала семью и детей. Мне жаль. Бывают такие женщины. Да, бывают. И одну из таких я любил. Ну, а потом поехал подальше от старой жизни. Вот. Значит, ты городской парень. Ну. И все-таки чем ты занимался в городе? Поможете мне быть хоть какой-то секрет? Я поняла. Ты был секретный агент. А это секрет. Спасибо. Тебе спасибо. Ой, хорошо. Держи. А нас точно найдут? Найдут. А если не найдут? Тогда они вернутся на то место, где меня потеряли. Уведят мою рацию, твою карту. Овраг, следы на овраге. Все поймут и точно нас найдут. Это что, волки? Не-не, это ежики. Давай лыжи спать. Завтра нужны будут силы. Я что, очень паникую, что ли? Нет, ты держишься молодцом. Правда. Наверное, ты прав. Все будет хорошо. Спокойной ночи. Спокойной. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Елена Александровна! Эна! Лена! Да блин! Уже все прошуршали! Ну куда они могли деться? Да видать не все! Так, давай сюда пошли музыки! Там еще не были! Андрюха! Елена Александровна! Михалыч! Андрюха! Михалыч! Андрюха! Андрюха! Я забыл! Шахта-то здесь заброшенная! На нее! На нее! Сюда не пойдем! Давай сюда! Быстрее! Андрюха! 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 Вот он, Михалыч! Сюда иди! Где? Андрюха! Я уже думал, не дождусь! Ого! А с ногой чего? Сломал ногу! Я с обрыва упал, до этого туда Лена упала! А где она? Наша неуправляемая? Да не знаю! Спали вместе, проснулся вот один! Мужики, ее найти надо быстрее! Пока она опять куда-нибудь не устряла! Елена Александровна! Ох уж эти женщины! Не успеешь найти, опять теряешь! Держи рацию, не теряй! Елена Александровна! Ого! Елена Александровна! Я здесь! Вы не представляете, что я нашла! Шахта ведет к реке! И что? Ну, мы должны, по крайней мере, попробовать! Ну, вот почему все твои идеи, все это на грани жизни и смерти, а? Ну, наша основная задача – это наладить доставку бревен! И река – это единственный шанс! Ну, Михалыч, ну… Ну, правда ведь, скажите ему! А что я? Или дорога, или река! По дороге не можем, потому что дожди! По реке не можем из-за горы! Вот! Да, но в горе есть тоннель, который ведет к реке! Лен, ну какой тоннель, а? Ну, мы ж там были! Ну, там еле человек протиснуться может! Ну что, как наш гипс? Засох? Ну, замечательно! Ну, вообще-то, вам очень повезло! Перелом незначительный! Думаю, через месяц уже будете без гипса! А пока прописываю вам постельный режим! Ноге нужен покой! Ну, все! Можете забирать вашего больного! Спасибо! Сектор 6Г находится достаточно далеко, если двигаться к нему существующими дорогами! Очень далеко! Да! Дороги петляют! Но, если пройти от лесопилки до сектора Г-6 напрямую, то расстояние небольшое! Пойти-то можно! Проехать нельзя! Сплошной лес! Это верно! Но у нас команда лесорубов! Мы можем вырубить лес и проложить дорогу! Вы представляете, сколько это работы? Мы полгода эту дорогу будем прокладывать! С таким количеством людей! А если людей будет в несколько раз больше, мы управимся за месяц? Несколько раз больше! Где их взять? Я уже договорилась с начальником базы, он пришлет своих людей! Ну и в Орловке тоже с работой так себе! Так что всем нужна лишняя копейка! Андрею это не понравится! Ну, допустим, допустим, прорубим мы дорогу дальше что! Шарта все равно слишком узкая! Ну так мы ее расширим! Леночка, а как ты не понимаешь? Это нереально! Ее нельзя взять просто так и расширить! Потому что так, чтобы там грузовик проехал! Ну, для поездов это же реально! А это просто грузовик! Для поездов тоннели взрывают! И мы взорвем! Да что за чепуха? Ну хоть ты и скажи, а! Ну, вообще-то теоретически шахту взорвать мы можем! Динамит у нас на складе есть! Михалыч! Динамита недостаточно! Нужны специалисты! Послушай, Гена у нас специалист! Он занимался подробными работами! Я читала в его личном деле! Ну, допустим, у нас получится! Теоретически! Для того, чтобы проширить шахту, нужно будет задействовать всех наших людей! А для этого нужно остановить производство! Вот этого допустить мы никак не можем! Мы можем! Мы можем остановить производство на один месяц! Но после этого больше никогда не зависеть от погоды! Ты тоже с этим согласен, а? А что я? Динамит есть! Шахту взорвать мы можем! Михалыч! Вообще! Я человек маленький! Меня спросили, я ответил! Дальше вам двоим решать! Я тут тебе бутербродов принес! Голодный поди! Поправляйся! За бутерброды спасибо! Угу! Лена, пойми! Но идея сомнительная! Это единственный выход! А это не еда! Угу! 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 Ну и огонь Угу! СалIT! Угу! КОНЕЦ А знаешь, я подумала, если Михалыч будет тебя бутербродами с колбасой кормить, добром это не закончится. Лена. Здравствуйте, Лена Циановна. А вы очень верно про Михалыча подметили. Поэтому я решила вот заняться питанием Андрея и принесла супчик из Веронького. Вы тоже, да? Ну, поставьте на стол, я потом разберусь. А я вижу, ты в саду. Ты в хороших руках. Я, пожалуй, пойду. Лена. Да? Спасибо. Здорово. Лена. До свидания. А что она приперлась? Она проявляет заботу. Так же, как и ты. Да какая забота? Если бы не она, все было бы хорошо. И на лесопилке, и у тебя. Я сам упала во враг. Она тут ни при чем. Вообще-то это она потерялась. Ее пошли искать. И вся эта идея динамита мне вообще не нравится. Ты хоть туда не лезь. Марин. Ну что Марина? Можно я один побуду, а? Да. Как скажешь. Это я в холодильник поставлю. Надо же. Грибной супчик. Какое совпадение. Доброе утро, Ирина Александровна. Доброе. Михаил Михайлович, соберите, пожалуйста, всех и подготовьте динамит. А Андрей знает? А Андрей на больничном. Ну, нужно ему сказать. Послушайте, либо вы всех соберете, либо я справлюсь сама. Возьму динамит и взорву эту чертову шахту. Доброе утро. Внимание всем. Основные силы будут прокладывать дорогу к шахте. Сделать это нужно максимально быстро. И пока мы выкладываем дорогу, Гена будет взрывать шахту. На все у нас один месяц. Месяц? За месяц мы не успеем. Я понимаю. Я понимаю. Мы вызвали бригаду из Орловки для помощи. Ребята, работа много. Работать будем тяжело. Но если мы будем поддерживать друг друга, у нас все обязательно получится. Ну что, за работу? За работу. Гена. Что-то они не вдохновлены. Главное, чтобы они работали. Мужики, есть сигареты у кого? Свои надо иметь. Спортсмены? Конечно. О, давай. Благодарю. Так, ребята, а что сидим, не работаем? Елена Александровна, ну а смысл нам прокладывать дорогу, если шахта не расширена? Так мы должны работать параллельно. У нас нет времени ждать. Елена Александровна, ну завалится все к чертовой матери. Мы будем зря спины сервать. Боря, не завалится. Я прошу, все возвращайтесь на свои рабочие места. Хорошо, Елена Александровна. Если вам так угодно, то мы это сделаем. Спасибо. Так, мужики, шивим поршнями. Давайте. Борис, сигарету выбрать. Михалыч, сколько можно уже? Сколько нужно? Кошмар какой, а? Вижу, что на всех участках такое, никто не работает. Да не верь, это не в вашу затею. Отвези меня к Андрею, а? Андрей, садись за стол. Полночи готовила для тебя по новому рецепту. А, спасибо. Андрей, поговорить надо. Что случилось? Все двигается очень медленно. Люди работают спустя рукава. Андрей, мне кажется, тебе нужен покой. Вам не следует говорить о работе. Марина, выйди, пожалуйста, отсюда. Марин, да нам поговорить, пожалуйста. Рассказывай. Они курят каждые пять минут, объявляют обед каждый час. Я не понимаю, я думала, что мы работаем на общее дело. Лена, ну ты пойми, они простые люди, они не понимают всей глубины твоего замысла. Что теперь делать? Держите, Валетик. Михалыч, подержи, пожалуйста. Так. Андрюха, Андрюха, погоди, погоди, погоди. Ты что делаешь? Работать яду. Больше ж некому. Да сделаем мы все это. Да мы уже сделали. Да просто это, идея у него просто какая-то из области фантастики. Из области фантастики? Это когда Ганембал слонов через заль попереводил. У нас всего лишь лес, всего лишь пилы. Но всего лишь бревна. Да стой ты. Сделаем мы все, слово даю. Мужики, погнали. Спасибо. Вот на этом участке лес вырублен. Продолжаем прокладывать дорогу к шахте. Это что? Гена шахту взрывает. Спасибо, Михалыч, что проводил. О, Генка вдохновился. Рабочий день закончился, а он все взрывает. Ну что, дорогу проложили. Дело за шахтой? Да. Хорошо, что Андрей поговорил с ребятами. Скажите, а вы не знаете, чем он занимался в городе? А бес его знает. Он не рассказывает, я не спрашиваю. Добрый вечер. Здравствуй, Марина. Добрый. Ужин понесла Андрея, все бегает за ним. Раньше с Бойкой встречалась. Ну ладно, пойду я. Субтитры подогнал «Симон» Марина, я же уже им все сказал. Не помешаю? А я, конечно, заходи. Как продвигается работа? Отлично. Отлично. Я поэтому и пришла. Я хотела тебя поблагодарить. Меня? Да. Я хотела сказать, что без тебя я бы не справилась. Спасибо, что поговорил с ребятами. Ну, это наше общее дело. Мне казалось, что ты был против. Послушай, Олен. Эта лицепилка существует уже очень давно. И люди как бы привыкли, что тут все по-старому. Примерно, что тут ничего не меняется. И вот появилась ты, и стало все по-новому. И я вот уверен, что когда ты, когда ты закончишь свои планы, все тебе будут благодарны. И я… Я еще тут дурак. Я даже с своего носа ничего не вижу. Я поэтому был против. Теперь понимаю, что мне нужны перемены. Нам нужны перемены. Как же я не люблю эти моменты? Осторожней. Я хотел тебе сказать, что я тебя… Все, дочки забыла забрать. А работа продвигается прекрасно. Выздоравливайте. До свидания. Елена Александровна, я вас поздравляю. Это ваша заслуга. Спасибо, Михалыч. Ты че без стука-то? Все, Михалыч. Что все? Йенка-то наша. Того. Чего того-то? Чего? Чего того? Чего ты че так ловился? Я ж тебе говорил, пойдет за шампанское доставай. Вон он. Грузовик прошел через шахту. Чего ты мог подумать, что простая линия фломастеров превратится в настоящую дорогу, а? Ну, как там, Воктор, хочется гипс побыстрее снять. Значит, будем снимать. У вас все замечательно, срослось. Поздравляю. Спасибо. Ну, прощайте. Марина, финансовый отчет за прошлый месяц готов? Несу. Отлично. Вы прям сияете все. А что не радоваться? Проход к реке открыт. Отчет о наших успехах готов. Отправляйся в Орловку и отправь все заказным письмом. Прочно. Поняла. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» С выздоровлением. Спасибо. Наслышан о твоих успехах. У тебя все-таки получилось. Да, Гена, отлично поработала. Это большая победа. Жаль, только я все пропустил. Ты ничего не пропустила. Все самое интересное только начинается. Да. Теперь все будет совершенно по-другому. Я поняла, что если чего-то хочешь, за это нужно бороться. Даже если очень страшно. Ну, в эту затею изначально верила только ты. А я не Алисабелке говорю. Я о нас говорю. Лен, я хочу тебе кое-что сказать. Я. Я. Господи. Я должен кое-что объяснить. Да, я поняла, я все поняла. Прости, я ошиблась. Дело не в этом, Лен. Дело не в тебе. Андрей, пожалуйста, не надо ничего говорить. Хорошо? А что это, Елена Александровна? Выскочила, как из пожара. Что, она плакала, что ли? Ей лучше со мной не общаться. О, это серьезно. Рассказывай. Привет. Привет. Привет, Маринка. Как дела на лесопилке? Нормально. Мой там не пьет? Да нет, вроде не пьет. Как дела на лесопилке? Хорошо. Где hora? Где, горячая? Так. Как дела? Я не пьет. Где, горячая? Спасибо. Что? Что дальше? Срочно. Нужно отправить. Срочно, так срочно. Завтра прибудет по адресу. Спасибо. Дурак ты, хоть и умный. Я просто её уберечь хочу. От кого? От себя. Да выбрось ты это из головы. Ты ж любишь её, я ж вижу. Любовь, это такая штука, против которой бывает, очень плохо. Да хватит прошлым-то жить. Ты думаешь, один такой здесь? Каждый здесь из чего-то сбежал. И я в эту глушь ни от хорошей жизни не приехал. Так что, помирать что ли? Да, помирать. Помирать в этой глуши, Михалыч. Хуже всего то, что ты сам обманываешь себя. Сам любишь её и сам отрицаешь эту любовь. Послушай, Андрей. Если ты и дальше будешь бояться этого чувства, оно оставит тебя раз и навсегда. И вместо него придёт холодная пустота. И вот тогда ты узнаешь, что такое настоящая боль. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Жанна Викторовна, чего тебе? Пришло заказное письмо из Орловки на ваше имя. Все верно? Из Орловки? Да. На мое имя? Да. Ну, значит, все верно. Давай сюда. Инночка. Да? Сделай себе перерывчик. Пойди пообедай. Алло, Жанна Викторовна. Здравствуйте, это Марина. Вы документы получили? Да, да, Мариночка, да. Я все получила. Ты молодец. Если бы эти документы попали к руководству, все бы пропало. А, и что дальше? А дальше я переделываю эти документы. И лесопилка из успешного предприятия превратится в убыточный груз. Так это значит, что дело сделано? Да, Марина, ты хорошо поработала. А, и теперь вы меня заберете? Куда заберу? Ну, как куда? Вы же обещали, в главный офис к себе. А, Мариночка, ну, ты не переживай. Все будет хорошо. Что будет хорошо? Понимаешь, просто сейчас свободного места нет. Мне нужно уволить пару людей. Но как только освободиться, я обязательно тебя заберу на хорошую должность. Как и обещала. Алло, Марина, что ты со связью? Я тебя не слышу. Мариночка, Марина, Марина. Лен, я много думал, о чем ты говорила. Поставь чемодан. Зачем? Надо поговорить. Мне кажется, что все уже сказано, Андрей Алексеевич. Ты что хочешь? Ну, так просто взять и уехать? А как же лесопилка? А мне кажется, что лесопилка прекрасно справится без меня. Лена, тебе. Спасибо, я Розу люблю. Ну, извини, Розы здесь не растут. Зачем ты пришел? Я хотел сказать, что я тогда поступил очень глупо. А что ты? Давай только без сарказма. Зачем ты пришел? Я когда переехал сюда жить на лесопилку, я хотел забыть. Андрей, зачем ты сейчас пришел? Ну, ты же знаешь. Не знаю. Скажи мне. Не важно уже. Все-таки уезжаешь, Элиса? Да, уезжаю. Андрей? Михалыч, поехали. Быстрее. КОНЕЦ 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 А ты знаешь, что Лена уехала? Знаю. И че? Навсегда. И? Давай я помогу. Не надо. Это все из-за нее, да? Не твое дело. Андрюша, ты понимаешь, ты ей не нужен? Ей вообще никто не нужен. Не трожь. Да пусть Катя, Цой. Без нее все станет на свои места. Просто она хитрый манипулятор. Марин. Она использовала тебя, чтобы достичь своей цели. Марин, хватит поливать ее грязью. Он бросил тебя и уехал. Потому что она не любит тебя. А я тебя люблю. Марин. По-настоящему. Марин. Ну? Я тебя не люблю. Прости. Ну, куда ведь ты собрался? Ну, вообще-то мы рано, еще до поезда куча времени. А билет у вас? А, да. Так, может, я провожу? Лена, ты делаешь ошибку? Это моя ошибка и мое решение. Николай Михайлович, я хотела вам сказать, что вы очень ценный работник. И если вам когда-нибудь захочется перейти на какое-нибудь место, получше. У нас в холдинге, вы знаете, очень много объектов. И я вам обязательно помогу. Спасибо, мне и здесь хорошо. Быть тебе помоложе, может, тогда. А так, своим годам я понял, что жизнь – это бесполезная погоня за счастьем. Почему бесполезная? Да потому что, когда гоняешься за счастьем, ты не замечаешь, что на самом деле она всегда с тобой. Чуть-то мудрая бысть. Да, только понял я это. К сожалению, слишком поздно. И всю жизнь только и дело, что гонялся за вот этим вот счастьем, вместо того, чтобы просто быть счастливым. Будьте счастливы, Ирина Асанна. Я его люблю. Поехали, скорее. Андрей, Андрей, где он? Уехал. Куда уехал? Знаешь, он не сказал. Он просто собрал вещи и сказал, что он больше сюда никогда не вернется. И это все из-за тебя. Ты из тех, кто винит всех вокруг, а ты из тех, кто отбирает чужое. Марин, ты в своем уме? Я люблю Андрея. Это не значит, что он тебя любит. Да полюбил бы, если бы не ты. Из-за этого я тебя ненавижу. Спасибо за откровенность, цирк опять ничего не изменит. Изменит. Я тебе уже отомстила. А что это значит? Ты думаешь, у тебя машина просто так заглохла и рация села? И чего ты этим добилась? Я хотела, чтобы ты исчезла. Как видишь, не исчезла. И нашла дорогу к реке. Так что лесопилка теперь на подъеме. Спасибо. Ты рано радуешься. Все отчеты о твоих успехах я отправила не руководству, а Жанне Викторовне. Она их подправит, и лесопилка банкрот. Глупая ты, Марин. Я просто привыкла бороться за свое. Михалыч, поехали. Опять? Куда? На станцию. Так Андрей? Нет, Андрей, уехал. Надо успеть до отхода поезда. Как же мы разминулись-то. Наверное, он на автобусе до станции ехал. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Уехал. Так я звонил Андрею. Он вне зоны. Михалыч, а вытащи мои чемоданы. Ну, Елена Александровна, я еще позвоню. Да не волнуйся. Правда, все хорошо. Вытащи. У меня дело одно есть. Ты езжай спокойно. Езжай домой. Ну, домой. Я считаю, нужно избавиться от всех неликвидных предприятий. А все свободные наши финансовые потоки направить на потенциально прибыльные предприятия. Браво. Это то, что я и говорила. Всегда нужно избавляться от неликвидных предприятий. Елена Александровна. Фелик Степанович, здравствуйте. У меня к вам срочный разговор. Я на деловой встрече. Перезвоните мне попозже. Это всего одна минута, пожалуйста. Это очень срочно. Срочно? Да. Дело в том, что я отправляла вам отчеты по лесопилке. Ну, да. Я видел. Да. То, что вы видели, это ошибка. Какая ошибка? Дела на лесопилке обстоят не так, как указано в отчете. Прежде чем попасть к вам, их перехватили. Я ничего не понимаю. Ну, дайте минуту. Я все вам объясню. Не надо мне ничего объяснить. Приезжайте ко мне в офис, и здесь все объясните. Да. В ваших словах есть зерно истины. Ликвидность и неликвидность – понятие относительное. Иногда неликвидное предприятие может принести гораздо больше прибыли, если в руководстве отнестись с умом. Да, но не во всех случаях. Я прошу прощения. Чего тебе? Я знаю, какую игру ты затеяла. А это не игра. Все очень серьезно. Да что ты, подделка? Что ты будешь делать дальше? А дальше я тебя мокрого места не оставлю. Фелик Степанович уже понял, что лесопилка банкрот. Поэтому завтра днем состоится сделка по ее продаже. Я приеду, и он узнает правду. После сделки уже никого не будет волновать правда. Да, да и ты. Никого не будешь волновать. Это мы еще посмотрим. Милочка, пока ты торчала в своей глуши, я тут все подмяла под себя. Поэтому можешь искать новую работу. А да, кстати, новому владельцу лесопилка не нужна. Он ее собирается снести. Никакой сделки не будет. Я выезжаю. Это что, Лена была? Да, да. Я доволен, да. Ну, когда вся сумма в полном объеме капает на счет, это всегда приятно. Фелик Степанович, сделку нужно остановить. Я вам перезвоню. Что остановить надо? Позвольте? Ну, да. Я сейчас объясню. Так. Этот отчет, эта подделка. Фелик Степанович, это все неправда. Что неправда? Все, что она говорит. Ну, продолжайте, продолжайте. Мне интересно. Доставка древесины налажена. Первая партия уже отправлена. Если мне не верите, позвоните на производство. Они получили товар. Дела на лесопилке идут хорошо. Ну, а почему здесь по-другому все? Потому что это не мой отчет. Жанна Викторовна получила его до вас и переписала. Жанна Викторовна, это правда? Конечно же нет. Зачем мне это делать? Мы же работаем в одной компании. Мне стоит позвонить на производство? Несомненно. А я не вижу смысла. Так-то, давайте-ка вы вдвоем мне все объясните. Фелик Степанович, возможно, какая-то партия бревен и ушла. Но это ничего не значит. Лесопилка убыточна. А Лена просто выкручивается. Потому что она не справилась. Я справилась. Я вас очень прошу, проверьте все лично. У меня нет времени лично все проверять. И заниматься вашими спорами. Тем более, что вопрос с лесопилки уже решен. А что значит решен? Ну вы что, не в курсе? В курсе чего? Ее продали. Но сделка должна была состояться в 12, а сейчас только 11. В 12 часов должна была состояться встреча. Но Жанна Викторовна вечером перезвонила и перенесла встречу. Сделка состоялась час назад. Лесопилка продана. Жанна Викторовна, оставьте нас, пожалуйста. Давайте-ка присядем. Я знаю, как вы ответственно относитесь к своей работе. И мне жаль, правда жаль, что так получилось с лесопилкой. Но это дело надо довести до конца и я на вас рассчитываю. А завтра приедет новый хозяин. Его надо будет встретить и передать объект. Хотите, чтоб это сделала я? Ну не Жанна же. Я надеюсь, вы справитесь? Я справлюсь. Что, не ожидала? Наконец-то я тебя обыграла. Я боюсь, что ты обыграла саму себя. Они все равно узнают правду. Ну и что? Лен, я много лет карабкаюсь по карьерной лестнице. Борюсь за свое место. А такие девочки, как ты, приходят и думают, что они могут получить все и сразу. Так не бывает. Ты молодец, Жанн. Ты борец. Только в этой борьбе ты одна. Ты стоишь только сама за себя. А я борюсь за людей. Почему же эти люди не помогли тебе получить должность главного менеджера? Да не это важно. Простите, пожалуйста. Простите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Дмитрий Михайлович, я привезла плохие новости. Марина! Марина! Прекрасно. Мне нужны все документы по лесопилке, перечень объектов и имущества, список сотрудников и финансовый отчет за прошлый месяц. Зачем? Разве вы не... Срочно! Срочно! О, здравствуйте, Лера Александрова! Здравствуйте! Добрый день! Как у нас там в нашем главном? Может, премию какую? А, что с авансом там, а? Ребят, у меня плохие новости. Вы можете присесть? Здравствуйте! Добрый день, Елена Александровна! А, как вы знаете, лесопилка была убыточная, потому что мы не могли вывозить древесину в непогоду. Так мы же дорогу сделали уже и туннель в горе сделали. Да там лес еще валить не перевалить, ну. Да, мы все сделали, вы все сделали, вы большие молодцы, я вами горжусь. Но, к сожалению, компания решила продать лесопилку. Как продать? Решение уже принято. Владелец приезжает сегодня. Меня пристали, чтобы передать дела, но меня беспокоит другое. Я слышала, что новый владелец хочет снести лесопилку. Снести? Это как? Не-не-не, Елена Александровна, так дела не пойдут. Подождите, а мы же здесь все живем. Да он права не имеет. Да. Ну, технически, Коля, имеет. Он купил лесопилку вместе с землей. Что ты делал с землей? Елена Александровна! Ребят, я сама очень переживаю по этому поводу, и у меня есть план. Только мне нужна ваша помощь. Говорите, Елена Александровна, мы готовы. Правда, мужики? Да, мы готовы. Давайте покажем новому владельцу, что работа у нас скипит. Древесина вывозится вовремя, прибыль высокая. И, может быть, он передумает ее сносить? А если не передумает? Гена передумает. Я попрошу Марину подготовить финансовый отчет за последний месяц. Он увидит, что цифры у нас высокие, прибыль растет. Я очень надеюсь на вашу поддержку. Я сделаю лично все, что от меня зависит. Но и вы помогите. Отправляйтесь на рабочие места. Спасибо. Спасибо, Михалыч. Куда ты собрался? Ты будешь лес свалить? Так, делаем все, как Лена сказала. Михалыч, а что твоя Лена понимает? Сейчас лесопилку закроют, она в город свалит. А нам что? Это дом наш, Михалыч. Понимаешь? Куда нам идти? Ну да, так-то нам идти некуда. Да, идти некуда. Защищать будем землю нашу. Ты что уже удумал? А что удумал? Что удумал? Я этому новому владельцу косточки-то переломаю, Михалыч. Посуди сам, Михалыч, нас много. Мы сейчас бревнами вход в лесопилку перегородим, и все, сюда никто не заедет. Да полиция сюда приедет, понял? Ну приедет полиция, так же сделаем. Я вообще родился здесь, Михалыч, как и многие тут. А вот ты приезжий. Так что, если тебе наша идея не нравится, то можешь идти к Елене Александровне и решать с ней по-другому. Делать все возможное. А мы идем. Пойдем, мужики. Пойдем, идем. Да, мужики, пошли. Так, я надеюсь, это поможет его переубедить. Вот все. Ага, хорошо. Елена Александровна. Да? Ну, плохо дело. Борька мужиков подбил. Дорогу хотят перекрыть, новое начальство не пустить. Вот как. Ну, дураки. Я им то же самое и сказал. Так, берите, мужики. Раз. Два. Бери. Раз. Стойте. Что вы делаете? Я пытаюсь лесопилку спасти, а вы это все только усугубляете. Куда уж дальше усугублять? Елена Александровна, я вас прошу, идите. Не мешайте. Мы тут как-нибудь сами. Вы не понимаете, что из-за этого вас точно снесут? А вот это мы еще посмотрим. Опа. Приехали. Боря, не надо. Опа. Здорово, мужики. Привет. Здорово. Я вообще-то рассчитывал на теплый прием. Но не настолько же. Мы вообще-то думали, что это новый хозяин приехал. Морду хотели бить. Мужики. Вообще-то я новый хозяин лесопилки. Ну, конечно, ты новый хозяин лесопилки, да. Ну да, я ее купил. Как это? За кешешета ты ее купил? Вообще, мужики. То, как вам приехать работать. У меня был свой бизнес, но из-за одной личной ситуации я решил приехать жить сюда. Короче, мне мой помощник сказал, что лесопилка продается и что есть покупатель. Ну, я ее перекупил. Теперь она моя. Уточнее, наша. И что теперь будет с лесопилкой? С нашей. А что будет? Работать будем? Деньги зарабатывать. Работать. 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 Правильно. Ну, я хотел мне рассказать. Только не рассказал. Да не рассказал. Извини. Но знаешь, благодаря тебе я понял самое главное. Да. Если чего-то очень сильно хочешь, за это надо бороться. Надо меня трогать руками! Отпусти меня немедленно! Ты имеешь право меня целовать! Опять? Уходи, Андрей! Правда, хочешь, чтоб я ушел? Да! Нет! Здравствуйте, Ирина Александровна! Здравствуйте! Доброе утро всем! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Марина! Я хотела тебя поблагодарить за то, что ты съездил со мной в офис и все рассказала, как есть. Это важно, чтоб они узнали правду. Спасибо. Елена Александровна, я тоже хотела вам сказать спасибо за то, что дали мне второй шанс. И мне правда очень стыдно, что я пошла на поводу у Жанны и делала вам гадости. Ну, у Жанны уволена, а ты будешь работать с нами. Стой! Что? Помирились? Михалыч, я... Стой! Сапоги! Что ты будешь делать? Проходи. И все у тебя будет хорошо. Михалыч, привет! Здорово! Как дела? Доброе утро! Доброе! Где ты был? Я тебя везде искал. А у меня для тебя сюрприз. Поехали. Я скоро вернусь. Ну... Думаю, не скоро. Я к тому, что... Я люблю тебя. Моим. Пойду поработаю, что ли? Обо все подружки попалом. Давно тебя хотел спросить, дальше, чтобы он делать. Жить, любить друг друга. Мне нравится. Здесь или в город поедем. А ты как думаешь? Я знаю, тебе предложили должное главного менеджера. Ну, я еще не согласилась. Согласишься? Если я соглашусь, мне придется уехать. Ты поедешь со мной? Я знаю, как ты любишь это место, эту природу. Ты не хочешь уезжать. Но если я уеду, ты поедешь со мной. Я люблю тебя. Я поеду с тобой окутал код. Ну, тогда мы возвращаемся в город? Да. Чтобы собрать мои вещи и перевезти их сюда. То есть как? Мы остаемся? До всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова